В Казахстане сегодня начался второй этап ослабления карантина. Список объектов, которым теперь вновь можно осуществлять свою деятельность, заметно вырос. Музеи и театры, мечети и церкви, бассейны и тренажерные залы. Но каждый из них будет работать с некоторыми ограничениями. А на выходных, как и прежде, локдаун будет сохранен. Марк Брюшко расскажет, как прошел первый день после очередного ослабления карантинных мер. Спустя несколько долгих недель локдауна даже не верится, что карантин все-таки смягчают. Сегодня стартовал второй этап его ослабления. По всей стране возобновили свою деятельность десятки организаций. Теперь жители казахстанских городов вновь смогут посещать религиозные объекты. Мы в Успенском кафедральном соборе. Уже на входе можно видеть со всех сторон объявление о том, что вход сюда разрешен только при наличии медицинской маски. Здесь с двух сторон. То есть на входе есть санитайзеры. Можно обработать руки. Ну и тут же проводят термометрию. Давайте измерим мою температуру. Сколько показывает градусник? Давайте посмотрим. 36,2. 36,2. Ну, в принципе, здесь вот на полу сразу можно увидеть разметку. То есть если будет сразу несколько человек входить, то есть будет понятно, что нужно соблюдать социальную дистанцию даже здесь в церкви, для того, чтобы обезопасить свое здоровье и здоровье своих близких и окружающих тебя людей. Что касается формата, в котором будет храм открыт, то прежде всего это индивидуальная молитва, конечно же. Потому что люди, ну, мы просили, чтобы открылись храмы. Мы нуждаемся в том, чтобы человек мог прийти в храм, поставить свечу, вознести свою молитву. Есть норма о 30% заполняемости помещения храма среди прихожан. Я думаю, что впереди, когда у нас будут большие праздники, то есть если будет и возможности, и количество людей, то мы будем вот эти нормы тоже как-то следить, затем это будем все регулировать. В Магистауской области после пятимесячного перерыва возобновили работу библиотеки, музеи и театры. Количество посетителей, культурных объектов, как и везде, не должно превышать 50%. Разрешено движение общественного транспорта между городами и районами. Начинает курсировать пассажирский поезд Магистау-Бейнеу. Также разрешено посещение туристических мест. Отдых у горячих источников при соблюдении строгого санитарного и масочного режимов. Начинают свою работу и спортивные клубы. В групповых тренировках могут участвовать не более пяти человек. Исходя из того, что 50% загрузка, мы можем позволить где-то 30-40 человек в зале заниматься. У нас обязательно соблюдается дистанция, маски, дезинфекция проводится, оборудование. Потом помещение оборудования приточной вытяжной системе вентиляции. Это все для улучшения для людей. Также много людей хотят заниматься. Все просятся. Имеются записи. За месяц вперед люди записываются. В Карагандинской области, согласно постановлению главного санврача, артисты театров смогут проводить коллективные репетиции на сцене. Но в таких могут участвовать не больше 30 человек, которые должны соблюдать дистанцию и масочный режим. В национальные парки и заповедники теперь можно заезжать группами не больше 15 человек. Однако, в выходные и праздничные дни ограничительные меры сохраняются. В субботу и воскресенье религиозные объекты, торговые дома, крытые рынки, парикмахерские, фитнес-центры и спортивные комплексы будут закрыты. Сохраняется запрет на работу городских, общественных пляжей, аквапарков и развлекательных заведений. По-прежнему запрещены массовые мероприятия. Зрелищные, спортивные, семейные, памятные, торжественные и другие массовые мероприятия, в том числе на дому. Также со второй волной ослаблений заработают бассейны и трианжерные залы по предварительной записи и с расчетом безопасного расстояния для одного человека. Спорткомплексы для индивидуальных и групповых тренировок. Когда карантин будет снят окончательно, пока неизвестно, но мы точно можем приблизить этот день, соблюдая все санитарные правила. Марк Брюшко, Марина Золотарева, Марат Дихамбаев, Сайлау Игликов, Хабар, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова